Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы находимся в храме Русской Православной Зарубежной Церкви, так у нас называется и так зарегистрирован по сегодняшний день, в городе Барнаула, Крестовозвиженская община. Сегодня день, называемый, Воскресенье Троицына, Сошедшее Духа Святого. И молитвы, три молитвы длительные считаются на коленях. Вот мы здесь все стояли, вот так вот, и три раза вставали. Ну, Троица, и понятно, отчего так. Но снимать батюшка не разрешает, а молитву некоторые не знают. Я, может, что-то не увижу здесь, но думаю, что нормально будет. Я засчитаю эти молитвы. Молитвы тоже считаются, и псалтырь мы считаем, и сидя, стоя, и лёжа, как можешь. Мне на коленях не устоять. Они у меня больные, и, ну, больные, как сказать, то есть. Вот. Я сейчас начну считать, и как получится. Три молитвы. Где они тут заканчиваются, какая молитва. Видимо, начало-то какое-то есть. Каждая молитва. Неследимо. Вот третья молитва. Видимо, так и есть. Ну, вот все тогда. Это сегодня у нас, получается, 7 мая, июня 2020 года. Все, перекрыто. Почему? Становились на колени, еще сразу хотел сказать. Говорят же, нельзя воскресенье остановиться. Там правило 96-го Вселенского собора. Петр Александрийский сказал правильно. Но церковь установила. Почему? Потому что эти молитвы считаются вечерние. А мы утром их считали. А уже литургия закончилась. Уже причастники отошли. Все. Так что эта молитва фактически на понедельник. Она не воскресная. И она так и говорит. Вечерняя. Вечерняя. Это уже все богослужения. Евангелие. Все считается воскресное. Пречистый, непорочный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменный, непреодолимый, неизмеримый, беззлобный Господи, один имеющий бессмертие, обитающий во свете неприступном, сотворивший небо и землю и море, и все созданное в них. Подающий всем просимое прежде прошение. Тебе молимся и тебя призываем. Владыка, человеколюбец, отца Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа ради нас, людей и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии и Преснодевы и Преславной Богородицы. Он сначала словами уча, а потом показывая и делами, когда терпел спасительное страдание, дал нам, смиренным, грешным и недостойным рабам Твоим, образец принесения молитв с преклонением главы и колен о собственных грехах и о грехах неведения народа. Сам многомилостивый человеколюбец, услышь нас! В какой бы день мы ни призвали тебя, особенно же в этот день Пятидесятницы, в который, по вознесению Господа нашего Иисуса Христа на небеса, когда Он и воссел по правую руку тебя, Бога и Отца, и не послал на святых своих учеников и апостолов Святого Духа, который и почил на каждом из них. И исполнились все неистащимой благодати Его, и стали говорить на иных языках о великих делах Твоих и пророчествовать. Так и ныне услышь нас, молящихся, и вспомни нас, смиренных и осужденных, и освободи из плена души наши, имея ходатайствующим за нас Твое собственное сострадание. Второе из тебя, дай-ка, может быть, полыше будет видно. Прими нас, преподающих к тебе и взывающих, мы согрешили, на тебя мы оставлены от материнского лона, от чрева матери ты Бог наш. Но так как прошли в суете дни наши, мы остались без твоей помощи и лишены всякого оправдания. Однако, дерзновенно надеясь на милосердие Твое, взываем греха юности нашей и неведения не вспомни, и от тайных дел наших очисти нас. Не оставь нас, прежде чем мы возвратимся в землю. Удостой нас обращения к тебе и обрати внимание на нас с благоволением и милостью. Измерь беззаконие нашим милосердием Твоим. Поставь бездну милосердия Твоего против множества согрешений наших. Посмотри со святой высоты Твоей на народ Твой, стоящий вокруг и ожидающий от тебя обильной милости. Посети нас в благости Твоей и избавь нас от насилия дьявола. Утверди жизнь нашу святыми и священными законами Твоими. Ангелу, верному хранителю, верь народ Твой. Всех нас собери в царство Твое. Дай прощение надеющимся на Тебе, отпусти им и нам согрешения. Очисти нас действием Святого Духа. Разрушь козни врага против нас. Благословен Ты, Господи, Владыка Вседержитель, озаривший день светом солнечным и осветивший ночь сиянием огня, удостоивший нас пройти долготу дня и приблизиться к началу ночи. Услышь моления наши и всего народа Твоего и, прости всем нам вольные и невольные грехи, прими наши вечерние молитвы. Вечерние молитвы. Дай прощение ночью совершенным, святым, мирным, безгрешным, без соблазнов, без мечтаний. Как и все дни жизни нашей. По молитвам Святой Богородицы и всех святых от века Тебе благоугодивших. Господи Иисусе Христе Божий наш. Вторая молитва. Сообщивший людям мир Твой и дар Всесвятого Духа еще в земной своей жизни и находясь с нами, всегда подавая это верным в наследие неотъемлемо, но особенно явно в сей день, не спасавший эту благодать своим ученикам и апостолам и вооруживший огненными языками уста их. Через них и мы, и весь род человеческий, богопознание на собственном наречии своими ушами услышав и восприняв, озарились светом Духа и от заблуждения, как от тьмы избавились. И через раздаяние и сверхъестественное действие ощутимых чувствами и огненных языках вере в Тебя научились и просветились к признанию Тебя Богом, со Отцом и Святым Духом во едином божестве и силе и власти. Ты, сияние Отца, неизменное и непоколебимое начертание существа и природы Его, источник мудрости и благодати, открой мне грешному уста и научи меня как следует и о чем нужно молиться. Ты знаешь великое множество грехов моих, но Твое милосердие победит их неизмеримость. Ибо вот я со страхом стою перед Тобою, повернув в пучину милости Твоей отчаяния души моей. Направь, как кормщий жизнь мою, а одним словом, все творение неизвещенное силой и мудрости Твоей направляющей. Тихая пристань, носимых бурей, и укажи мне путь, по которому мне идти. Дух мудрости Твоей сообщи моим помышлениям. Дух разума безрассудству моему даруя. Духом страха перед Тобою дела мои осени. Дух правой обнови во внутренности моей. И Духом владычественным укрепи шаткость моего образа мысли, чтобы Духом Твоим благим, к полезному направляемой, я удостоился каждый день исполнять заповеди Твои. И всегда помни Твое славное и обречительное для сделанного нами пришествия. И не попусти мне прищаться гибнущими радостями мира сего, но укрепи нас и к желанию наслаждения будущими сокровищами. Ты сказал, владыка, что чего бы ни попросил, кто во имя Твое беспрепятственно получит от Твоего советчного Бога и Отца. Поэтому я, грешный в день пришествия святого Твоего Духа, умоляю Твою благость. Чего бы я ни попросил, подай мне во спасение. Да, Господи, щедро, благотворительный и благой податель всякого благодеяния, так как Ты преизобильно подаешь, чего мы просим. Ты сострадательный и милостивый, ставшим причастным безгрешной плоти нашей. И безбрежно, безгрешно, и к преклоняющим перед Тобою колено, склоняющиеся любвеобильно и сделавшиеся умилостивлением за грехи наши. Прояви же, Господи, милосердие свое к народу Твоему. Услышь нас с неба святого своего. Освети нас силой спасительной десницы своей. Покрой нас под покровом крыл Твоих, да не претришь дел рук своих. Перед Тобою одним мы согрешаем, но и Тебе одному служим. Не умеем кланяться Богу чужому, не простирать руки наши, владыка, к Богу иному. Прости нам согрешение и, приняв наше колено преклоненное моление, Простри всем руку помощи, прими молитву всех, как приятное кождение, принимаемое перед Твоим преблагим царством. Господи, Господи, избавивши нас от всякой стрелы, летящей днем, избавив нас от всякой опасности во мраке блуждающей, Прими жертву вечернюю, рук наших возношения, поднимаем руки. Удостой же нас и путь ночной, непорочно пройти, не испытав зла. Избавив нас от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от дьявола. Даруй душам нашим сокрушения и мыслям нашим попечения, а испытание на суде Твоем страшном и праведном. Пригвозди страхом перед Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, Чтобы мы и в сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удари же от нас всякое мечтание непристойное и пагубное вожделение, И подними нас в час молитвы, утвержденными в вере и преуспевающими в исполнении повелений Твоих. Это вторая молитва. Третья, самая большая. Все люди поднимаются по окончании молитвы, батюшка там молитву еще читает небольшую, и опять преклонение. Так что оно считается не воскресенье, а написано вечером. И батюшка так и объявил. Это вечерняя, уже понедельничная. Неистекаемый текущий животворный просветительный источник, Совечный Отцу Созидательная Сила, Все домостроительство о спасении людей прекрасно совершивший, Христе Божий наш, Расторвший неразрешимые узы смерти и запоры ада, Множество же злых духов поправший, Приведший себя самого в непорочное заклание за нас, Давший в жертву причистое тело свое, Ни для какого греха неприкосновенное и недоступное, Этим страшным и неизъяснимым священодействием, Жизнь вечную нам даровавший, Вуат сошедший и засовы вечно сокрушивший, О сидящем во тьме путь для возвращения оттуда указавший, Зачинщика же зла змея глубинного богомудрой приманкою поймавший, И окованный мраком в тартере его связавший, И в огне неугасимом, и во тьме внешней, Беспредельно могучей силой твоею заключавший, Великая именитая премудрость Отца, Явившийся великим помощником для подвергающейся нападениям, Просветивший сидевших во тьме и тени смертной, Ты, Господь, слава неистекающий и Отца Всевышнего, Сын возлюбленный, вечный свет от вечного света, Солнце правды услышно о смолящихся Тебе, И упокой души рабов Твоих, Прежде усопших отцов и братьев наших, И иных родственников по плоти, И всех своих по вере, о которых мы ныне, И совершаем воспоминания, Так как у Тебя власть над всем, И Ты в руке Своей держишь все пределы земли, Владыка, Вседержитель, Божий Отцов и Господи милости, Создатель рода смертного, как и бессмертного, И всякой природы человеческой, Составляемой и снова распадающейся, Создатель жизни, как и кончины пребывания здесь И представления туда, Отмеривающий годы живым И устанавливающий время смерти, Низводящий в ад и выводящий оттуда, Связывающий немощью и освобождающийся властью, Устраивающий настоящее по нуждам всех И будущее к пользу направляющий, Пораженных жалом смерти, Оживляющий надеждами на воскресенье, Сам, Владыка всего, Божий, Спаситель наш, Надежда всех концов земли И тех, кто далеко в море, Ты в этой последней и великий спасительный день Пятидесятницы, Тайну святой, единосущной, и совещной, Нераздельной и неслиянной Троицы, Открывшей нам и пришествие явления Святого и Животворящего Твоего Духа В виде огненных языков на святых Своих апостолов, Излившей и сделавшей их Благовестниками благочестивой нашей веры, И явившей исповедниками И провозвестниками истинного богословия, Ты и в этот завершающий и спасительный праздник Благоваривший принимать умилосъявительные мольбы За удерживаемых в ааде И подающий нам великие надежды На неспослание усопшим Облегчение от одрущающих их скорбей И утешение от Тебя Услышь нас, смиренных И нуждающихся в Твоем сострадании И упокой души рабов Твоих прежде усопших Вместе светлым, вместе блаженным Вместе отрадным Откуда удалились всякая боль, скорбь, истинание И в дворе духи их в обителях праведных И миры, и облегчения у достоих Потому что не мертвы восхвалят Тебя, Господи И не те, кто в ааде дерзают Приносить Тебе исповедание Но мы, живые, благословляем Тебя И молим, и умилостивительные молитвы И жертвы приносим Тебе за души их Более великий и вечный, святой и человеколюбивый Удостоивший нас и в этот час Стать перед неприступной Твоей славою Для тления и хвалы чудес Твоих Для пения и хвалы чудес Твоих Умилосердие над нами, недостойными рабами Твоими И подай благодать сокрушенным сердцем Без колебаний приносить Тебе Тресвятое словословие и благодарение За великие Твои дары, которые Ты совершил И всегда совершаешь для нас Вспомни, Господи, немощь нашу И не погуби нас с беззакониями нашими Но сотвори великую милость Твою Со смирением нашим Чтобы, избежав тьмы греха Мы ходили во дне правды И, облегшись в доспехи света Пребывали огражденными От всяких вредоносных козней лукавого И с одерзновением Прославили за все Тебя Единого, истинного и человеколюбивого Бога Ибо как воистину и подано велико владыка всего И творец Твое таинство И распадение на время Твоих творений И после этого соединения и упокоения навеки Воздаем Тебе благодарность За все, за вступление наше в этот мир И за исхождение из него Которое по Твоему неложному обещанию Укрепляет в нас надежды наши На воскресение и нетленную жизнь Которой мы насладимся Во второе будущее пришествие Твое Ибо Ты и воскресение наше Предначинатель И неподкупный человеколюбивый Судья живых и владыка И Господь воздаяние И Тот, Кто стал подобно нам Причастным плоти и крови По крайней мере снисхождением И наши невинные страсти Благоволив добровольно их испытать Принят по глубокому своему милосердию И в том, что претерпел Сам был искушен Нам искушаемым Сделался добровольным помощником Поэтому привел нас всех вместе В свое бесстрастие Прими же, владыка, мольбы и моления наши И упокой всех отцов У каждого из нас И матерей, и братьев, и сестер, и детей И иных, родных и ненапременных И все души, прежде почившие В надежде на воскресение и жизнь вечную И помести духи их И имена в книги жизни На лоне Авраама, Исаака и Иакова В стране живых В Царстве Небесном В раю сладостном Вводя всех их посредством Светлых ангелов Твоих Святые Твои обители Воскрешаю вместе и тела наши В день, который Ты назначил По святым Твоим и неложным обещаниям Это же не смерть для рабов Твоих, Господи Когда мы удаляемся от тела И к Тебе, Богу, возвращаемся Но это только переселение От более тягостного к лучшему И приятнейшему И к упокоению и радости Если же в чем мы согрешили перед Тобой Милостью будьте к нам И к ним Так как ничто не чист А сквер перед Тобою Хотя бы один день продолжалась жизнь Его Кроме одного Тебя Явившегося на земле безгрешным Господа нашего Иисуса Христа Счасть, Которого все мы надеемся Получить милость И отпущение грехов Поэтому и нам, и им Как благое, человеколюбивый Бог Отпусти, прости грехопадения наши Вольное и невольное Совершенное сознательно и по неведению Явное и сокрытое В деле, в мысли, в слове Во всем нашем образе жизни И душевных движениях И скончавшимся Свободу и облегчение даруй Нас же, находящихся здесь, благослови Подавая добрую и мирную кончину нам Как и всему народу Твоему И недор Твоей милости И человеколюбие раскрывая перед нами При страшном и грозном Твоем пришествии Сделай нас достойные царства Твоего Дальше я не знаю, то ли это К третьей молитвы относятся Или отдельно Боже великий и высший Один, имеющий бессмертие Живущий во свете неприступном Все творения, создавший премудро Отделивший свет от тьмы И солнца, поставивший для управления днем Луну же и звезды для управления ночью Удостоивший нас грешных И в нынешний час Представь лицу Твоему схвалою И вечернее словословие Тебе принести Сам, человеколюбивый Господи Направь молитву нашу, как фимиам Перед лицо Твое Прими ее, как благоухание приятное Подай же нам нынешний вечер Вечер И наступающая ночь мирная Обрети нас в заспехе света Избавь нас от страха ночного И от всякой опасности во мраке блуждающей И сон, который Ты даровал для подкрепления немощи наших Соделай всякому дьявольскому наваждению непричастным Да, владыка всего Благподатель, чтобы и на ложах наших сокрушаясь Мы вспоминали ночью имя Твое и размышляем Размышлениями о Твоих заповедях просвещаемых Стали в радости души для словословия Твоей благости Молений и молитвы Тебе, милостердному Принося о согрешениях Твоих И всех людей Твоих Которых Ты по молитвам Святой Богородицы Милостиво посети Вне божественных отеческих недр умоливший себя И с небес на землю сошедший и принявший все наше человеческое естество И обоживший его после же сего на небеса вновь вошедший И воссевший по правую руку Бога и Отца И божественного, святого, единосущного, единосильного, единославного и совечного духа Испославший на святых своих учеников и апостолов И через него просветивший их А имя всю вселенную Христос истинный Бог наш По молитвам при чистой и пренепорочной святой своей матери Святых славных всехвальных Бога проповедников И духоносных апостолов и всех святых Помилует и спасет нас Как благой и человеколюбец Ахор говорит Аминь Вот это все просчитал Вот это тот Покажу подрядник, он из хорошего материала Наталья Николаевна Приходько шила мне по форме Ну а когда я уже решил, что больше надевать не буду А Виктору Андреевичу Яковлю надо было ехать в Америку Там совещания были о признании акта канонического общения А он такой, как я, ростом Смотрите, как почти до полу достает Поясок его И я ему говорю, знаешь что, возьми и за Наталью молись Я сам тоже буду молиться Что-то тут такое лежит, бумажка Да еще так просто Вот это все, что мы хотели сделать Может молитва будет маленько понятнее Обвинения, что она считалась воскресенье, снимаются Она вечерняя Так Я сейчас туда не захожу Я могу заходить, как чтец, но я никогда не захожу Закрываю И тушу свет там А потом можем тут пройти Все Вот у нас вещи восковые На пасеке берем воск И наши сестры чистые, они льют И вот догорает Сколько у нас? 30 лет И ни одного огарка нету Все сожжения А в церкви все время воруют Где бы ни пришел Ломают Она догорит, погаснет Вот она догорела И там маленечко Я не знаю Доставать чем-то может или нет Нет, а что доставать-то? Ничего и нету Все, прогорело А сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Двенадцать свящей можно ставить Ну, я говорю, много не ставьте Хотя бы по три Вот как у нас все дело обстоит С тарелкой у нас не ходят А вот добровольное пожертвование на нужной церкви Кто может, положит А не может даже нужды И со всех сторон написано Добровольное пожертвование С тарелкой по храму у нас Ну, здесь вот в основном одни сестры Ну, бывают больные Кто-то становится здесь Вот это было для глухонемых сделано Сейчас у нас их и нету Кто-то умер, кто-то ушел Кого-то напугали Вот такое дело И купола нету И поэтому На нас не подействовал этот закон Не разрешали Мы все дни ходили, молились Если у нас ни больных нету Все нормально Никого нету больных Никто не заразился Ничего нет Но я знаю и верю в это Чем больше общаешься Тем меньше болезни будет Надо, чтобы человек Знал И организм знал Все эти микробы Бациллы Вирусы Возьмите Карп Осипович Вот когда они там были найдены И Познались они С этими С геологами И сколько Их там было Пятеро Трое сразу умерли О ком я говорю сейчас Кто на Абазе были Про них сколько писал Этот Песков Очень много писал Теперь Агафья одна осталась А почему? Потому что они в изоляции жили И первые микробы Какие дизентерии Там и простое кажется И они умерли Савин умер Дмитрий и Наталья Почти все одновременно умерли Вот так А если бы они общались с людьми Было общение Эти микробами Все наполнено Этими вирусами И они на пользу Главное чтобы Никакой вакцины Туда прививок не делать Человеку Организм это расстраивает Он должен сам бороться Когда я Лежал в больнице У меня я на настройке работал Три грыжи на позвоночнике Там раздавлены прокладки Эти Ну и уже операцию сделал Операция довольно успешна Профессор Довженко делал Кажется Дмитрий Андреевич И дается такая вот Небольшая Рамка такая Она на колесиках И ты идешь за нее Держишься Ну я после операции Дня 2-3 прошел Не знаю где-то И потаращился так А в это время Раз подошел Небольшой Ты мужик Эту бричку оставь Ходить надо Тебе корсет мышечный Надо создавать Я узнал Спортзал есть И тогда в этот спортзал Мы пошли Но у Лыков Ничего этого не было Они поэтому И сгорели сразу Я вот смотрю Вчера посмотрел Один выступает У него мать Раком заболела Шесть месяцев Ставалось жить А было 27 лет Ей кажется Отец умер от рака Тетка Сестры Братья все От рака умерли А он Мать говорит После этого еще 47 лет прожила И сейчас еще живая Как говорит А лекарство самое хорошее Называет какое-то Одним словом Вот Какое-то там Имя Колдуэл Какое-то вот такое Вот Как-то его имя Леонард что ли звать И он говорит Я работаю уже 47 лет Работает В этой области И выступает На больших там Конвенциях Там тысячи детей Этих Людей со всего мира Я со всеми по рукам Здороваюсь Говорит Важно по плечу Похлопать Чтобы эмоции У человека были Пробуждались И я никогда не болею Этим ничего нет По сегодняшний день Я могу сказать Точно так же Я никого не чураюсь Везде все беру Что приходит Каждый день гуляю С собакой Ну а там-то Где берется Там перила Где-то Везде все руками берусь Хожу Ничего нету Надо Богу довериться Не надеяться на то Что Что-то тебе там дадут Он говорит Обыкновенное лекарство Которое вот Когда гриппует Это грипп обыкновенный Говорит Стоит Пятьдесят центов Это половина доллара Тридцать рублей А который вакцину делает Полторы тысячи долларов И они дают Они триллионы Сейчас грибут Государство отпускает Ну Мошенство Да Надеются они Что прямо открыто Выступает Собянин Там три миллиона Лишних людей Прямо говорит Мэр Москвы Люди Которые там не работают Он может быть прав Я не осуждаю Просто Говорю Что к этому пришли Мне еще осуждать А сам смертный Но по Божьему Будет так Как Бог Занарядит Да Они думают Да Построили Да Тюрьмы Да Гробы Там По четыре человека В Америке Лагеря понастроили Зоны эти Но будет то Что Бог назначил Другого ничего не будет Напрасно Бодрствует Страж Вот надевает маску Маска только вредит Это они все говорят Почему Ну я не сам Это ролики стоят там Человек дышит И Надо кислород ему А он еще дышит Выдыхал газ И теперь обратно Себя вдыхает И теперь Говорит Ты стоишь перед стеклом Щихнул И что ты думаешь Да оно разлетелось Говорит На сто километров Разнесет тебя Где-то Полтора метра Кто придумал Где это Ну полтора метра Он говорит Шесть кажется там То ли дюймов Как-то он назвал Не дюймов Что-то такое Ну полтора метра Это все нарочно Придумано А когда едем Говорит в автобусе Эти люди на работу Друг друга прижимают Сжимаются И говорят И щихают И еще на стройке Работали Работают Пример конечно Самый большой Дает Это его прозвище Или Ласково называют Батька Вот В Белоруссии Лукашенко Александр Григорьевич Какой же он умница Все время Все время С народом Все время Записывают Каждый день Новые ролики Я смотрю Министров Собрал Мы должны Это о заботе Я могу даже Можно сказать Порадоваться Слово Похвалиться Боюсь У меня от него Бумага Благодарственная Я ему книги подарил Когда были Там В Минске Вот У меня благодарность Еще есть От сербов Сербии В других государствах И от Рамзана Ахматовича Кадырова Я его Очень уважаю Он единственный В стране Российской Федерации Запретил аборты Заодно Это Господи Откроем Истину До конца Там Православный Храм Он построил Священнику Дома Каларики Все это Удивительные люди Вот Мне когда спрашивают Я все таки Жил не в углу А везде Меня судьба Жизнь Кидала Что самое главное Я отвечаю Всегда одно Я узнал Точно узнал Как много Добрых людей У Бога И второе Что эти люди Почему-то Мне встретились Я не по книжкам Узнал А встретился И третье Что эти люди Не просто Мне встретились А принимают Всегда активное Участие В том Что я делаю Работаю По лагерю Восстановление Деревни Миссионерская Поездка Издание Книг Ну то есть Дела очень важные Неповторимые Оригинальнейшие И везде Встречались Мне люди Помогали И помогали Кто? Русские Евреи Украинцы Там Белорусы Мусульмане То есть Разные люди Разные национальности Разного верования Почему? А все понимали Сколь важное дело Мы делаем И поэтому Когда люди Ничего не делают Они пыхтят Подыскиваются Вот мне пришлось Заблокировать Только на ютубе Около 16 тысяч Человек Это Настоящая Военная дивизия Всякие Пакости Мерзости Что бы там ни было Насчитан Златоуст Там вообще Сказать нельзя Пятый век Материаты И прочее Я понимаю У них ничего нет Они Сгнили Эти люди Жили А сатана Через них Только Пишет это Тем более Им деньги за это платят Ненавистники Которые Они платят им Деньги И большие деньги Я узнал Это все И они теперь Денно-ночно Ну каждый день Один и тот же Человек Видно Потому что Он говорит То и едим Мы не так Видно что голодный Когда не придешь Вы все жрете Не нажретесь Вам все Странесут Одной ложкой Да одной ложкой Все ели Одна чашка была Они даже не знают Он больше не знает Вот вы Как бомжи Нет Это достижение Чтобы я так жил Ничем не нуждался Я последний раз В магазине был Что-то покупал Примерно 30 лет назад Ничего не покупаю Совершенно А как Господь Живой Бог Он мне это дает Все абсолютно есть Но одно то Что мне Через 4 дня Будет 81 год О чем-то говорит Когда при большей крепости 80 лет А 81 И учитывая Что я ничего Лекарствами не пользуюсь К врачам не хожу Это говорит Нормальный образ жизни Я рву здесь Что есть Одуванчик срываю Каждое утро беру Здесь Репей Ну лопух называется Дальше что я еще Тут беру Ревень у меня растет Или ревень назвать Чеснок растет Перья которые Пускает Тут что-то у меня еще есть Крапива Двудомная И все порезал Ножом и сырой Как Новоходоносор На полях Ну вот Богу слава Благодарю Кто помог Начитать Может поможет Кому-то Я это все Покажи наши Пройди вокруг Посмотри Икона это одно Но между иконами Надписи Найдите в каком храме Чтобы все было В надписи из Библии Вон там потом Закончи и той дальше Обойди все Покажи Какое сокровище у нас Вот там свет рядом Покажи Покажи Продолжаем. Вот могу показать здесь. Вот какая чистота. Как все сделано. Где, в каком храме, так как вот у нас. Это вот Библия. Специальный заказ. Видите она какая. Библия на русском языке. Я сейчас приоткрою даже. Показать. На русском языке синодальный перевод. Это спецзаказ сделан, батюшка. Видишь какая. Как открывается. Вот она. А кто издатель-то? А ну-ка, по чему благословению? По благословению святейшего патриарха московского вся Руси Кирилла. Да благословит Господь. Я тут не выключаю. Я помолюсь еще тут за людей. Своими словами. Вот смотри. И закладки тут есть. И она вот она какая. Ну конечно это деньги стоит. Но так и самому-то это не сделать. А тут икона. Что-то лежит такое. А, протирать. Библия на русском языке. Это не игрушка. А у кого еще есть где? Ну назовите мне. Что библия на русском языке лежала на аналоге. Главном не знаю. Посмотри, какие надписи. Везде. Икона рядом лежит. Вот она. Это что сегодня? Сошествие Святого Духа. Божья Матерь сидит. Апостолы двое на колени где-то. А кто-то стоит. Почему? А почему стоят-то? Потому что молитва была стоя. А в это время, когда сошел Дух Святой, то они же стояли, разговаривали. И в это время, и тогда все преклонили колени. Потому что пока события-то не было, тем более страх нашел. шум стоял. Вот как дал Бог. Этот дом единственный такой. Приезжал мэр города, передавал мне. У меня 11 лет шел в суд после освобождения. А ты вот здесь вот, просчитай вот это вот. Там вот, вот эту. Вот. Был не просто мэр города. А мэр, входящий в десятку лучших мэров России. Все запирается. Владимир Николаевич Багадин. И вот когда он передавал, мне уже суд это все вырешил. Прочитал? Ты суд прочитай. Света мало. С большим... Так, уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоправления Владимир Николаевич Баварин. Когда это было? 27 ноября 1997 год. Номер какой? 6847. Ну и кому написано? Это мне, наверное, да? Да, вторая строительная 62-60. Да вот что можно сказать. Он приехал сюда. Вот бывший партор моторного завода. И вот здесь пришли мы, сфотографировались. Тут Слуцкий по имуществу. Это значит Баварин. Мне кажется, ну-то я стою, это снег хлопьями такими падал, лишь как все это. Волобой снимал. А это Владимир Петрович Общинников, советник его. Мне сдается, что это он. И он все это в нашу встречу устроил. И когда он поехал сюда выдавать, вот он стоит, говорит, посмотри какой он. Он очень такой импозантный был. Вот приятный. И наружности. А тут мы говорим, давай по рукам ударим. Я говорю, давай. Вот он руку протягивает. Ну, раз все благополучно закончил. Давай поцелуемся. Вот он. Мы когда ехали, он на машине, вот как на первом сиденье сидел. Вот так вот. И на меня вот так вот вывернулся. Кажется, вот на эту сторону. Вот так вот. Это вы в моем городе живете, в моем городе. Так интересно. А я и не знал. Ваше имя в анналы истории Барнаула будет вписано. Что это такое? Когда? Зачем? Ну, главное, что сильно был расположен. Вот. А это вот как раз из зала сюда я вышел. Не я вышел. Меня увезли. Люди вышли. А уже кого-то и нет. Вот это вот как раз Геннадий Яковлев, который назывался Кришнаитом. Его залезал, голову отрезал и на престол бросил. А это из старобрядцев Новосибирской. Андрей Федотович. А это сын его. А это рядом жена его. А это тоже умерли двое. Многими возвратил Господь потерю и дал вдвойне больше того, что он имел. Да не вдвойне, а даже больше. А вот здесь я арестованно и иду. Святые летят. Катеримову бросали. Видите, как история все это. И у нас идет запись на интернете. Мы не тайно делаем. Смотрите, какие интересные надписи. Ну в каком храме этому есть где-то там преддверие. А там посмотри в коридоре что написано. Вон тебе сними. www.kistini1.narod.ru Сайт православной Юлейский. У нас все везде по писанию. А вот видишь еще показать какая надпись входишь в храм самый. Во храме его все возвещает о его славе. Ну просто сказать и то сколько радости. Все. Выходим и здесь надписи возьми. Пошли-ка сюда. Вот эту надпись посчитай. Даже в храм заходишь вот сюда повернись. Еще надпись для интернета. Видно, нет? Слабовато. Вот это на женщину должно быть не должно быть одежды, женщины. так все про нее написано. Включите мобильный телефон. И здесь последнее иди и впредь не греши. пришел. Вон он. Приехал. Так, Сейчас мне надо узнать. Сними, снаружи сними. теперь открой и сними надпись, которая есть для меня. Подожди, сейчас я выйду. Там у меня кепка внутри. Штигна, Тихонич. Там кепка у меня внутри. Кепка у меня там внутри. Кепка, я пойду принесу. На вешалке. Белая такая. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Там я закрыл все. Я не могу понять, куда у меня щасы для отвечателя. Ключи держись. Держи. Сейчас, подожди, все, можешь выключать.